Один в поле воин Пять русских героев, погибших в неравном бою Андрей Коц Любой значимый успех на войне – это прежде всего результат слаженных действий армейского коллектива, спаянного месяцами службы в единое целое и работающего как хорошо отлаженный механизм. Древняя мудрость «один в поле не воин» возникла не на пустом месте. Одиночки в бою быстро и, как правило, бессмысленно погибают. Однако бывают и исключения, лишь подтверждающие это правило. О ярких примерах индивидуального героизма и самопожертвования русских солдат в войнах XX и XXI веков в материале РИА Новости. Арьергард из одного Знаменитая стратегия молниеносной войны – Блицкрига – принесла вермахту победу над большинством стран Европы. Однако в СССР хорошо отработанный коронный прием дал сбой. Хотя немецкие танковые лавины теснили Красную Армию, советские бойцы отбивались до последнего, контратаковали и сильно замедляли продвижение противника. Характерный пример индивидуального героизма первых дней Великой Отечественной – подвиг старшего сержанта артиллерии Николая Сиротинина. Вместе с командиром своей противотанковой батареи он остался прикрывать отход частей 13-й армии, которую по пятам преследовала 4-я танковая дивизия вермахта. Свой последний бой Сиротинин принял у моста через реку Добрость, неподалеку от Кричева, Белорусской ССР, 17 июля 1941 года. Тут должна была пройти танковая колонна противника. Сиротинин вместе с командиром замаскировал пушку, боекомплект 60 снарядов, на холме в густой ржи. С этой позиции отлично просматривались окрестности, а орудия напротив. Обнаружить было сложно. Когда на рассвете показалась колонна немецкой бронетехники, Николай первым выстрелом подбил вышедший на мост головной танк, а вторым – замыкающий колонну бронетранспортер, создав на дороге затор. Командир батареи получил осколочно и ушел в сторону советских позиций, а Сиротинин остался. За два с половиной часа он успел уничтожить 11 танков, 8 бронетранспортеров, 57 солдат и офицеров противника. Немцам с огромным трудом удалось обнаружить и поразить артиллерийскую позицию. Когда Сиротинин погиб, в ящике у пушки оставалось всего 3 снаряда. За подвиг он был удостоен Ордена Отечественной войны первой степени. Посмертно. Человек-крепость Режиссер Федор Бондарчук, сняв в 2005 году фильм «Девятая рота», не показал зрителю десятой доли героизма, проявленного десантниками 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка на высоте 32-34 в афганской провинции Хост 7-8 января 1988 года. Весь тот бой был одним большим подвигом. 39 советских солдат и офицеров отразили натиск 400 душманов и пакистанских командос, потеряв убитыми лишь 6 человек. Командир расчета крупнокалиберного пулемета «Утес» гвардии младший сержант Вячеслав Александров первым обнаружил поднимающихся на вершину горного хребта «Духов», предупредил товарища и открыл огонь. Боевики, пытавшиеся занять высоту 32-34 нахрапом, были вынуждены залечь. 12,7-мм «Утес» с оптикой превратил укрепление десантника в неприступную крепость. Лезть в лоб было бы самоубийством, поэтому душманы сменили тактику и начали бить по позиции Александрова из гранатометов с трех сторон. В гвардии младший сержант понял, что жить ему осталось недолго и отправил бойцов расчета в укрытие, а сам продолжал стрелять, несмотря на то, что вокруг пулеметного гнезда бушевал огненный ад. Когда «Утес» повредило осколком, Александров удачно метнул несколько гранат и погиб от ответного огня. Бойцу удалось практически в одиночку сдержать противника, имевшего огромное численное превосходство. Это позволило его товарищам подготовиться к обороне других направлений, откуда вскоре тоже повалили душманы. Вячеслав Александров был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Последний приказ Бой у высоты 776, происшедший 29 февраля 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье, один из самых трагических эпизодов Второй Чеченской войны. 90 бойцов 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии встали на пути 2500 боевиков под командованием террориста Хаттаба. В неравной битве выжили лишь шестеро солдат, однако рота забрала с собой около 500 боевиков. Последний приказ в этом бою отдал гвардии капитан Виктор Романов, принявший командование остатками роты после гибели старших офицеров. Когда боевики ворвались на позиции десантников и сошлись с ними в рукопашной, опытный командир, штурмовавший Грозный в первую кампанию, понял, что счет пошел на секунды. Он сделал единственное, что оставалось разумным в той ситуации, связался с полковой артиллерией по радиостанции и вызвал огонь на себя. По воспоминаниям сослуживцев, его последними словами была короткая фраза «Влево 50! Влево 50! Прощайте, мужики!». За этот бой Виктор Романов, как и 21 его боевой товарищ, были посмертно удостоены звания Героя России. Остальных десантников героической шестой роты наградили орденами мужества. Закрылся бой. Вооруженный конфликт между Россией и Грузией в Южной Осетии в августе 2008 года продлился всего пять дней. Одним из главных героев этой короткой войны можно по праву считать замполита 135-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии майора Дениса Витчинова. 9 августа он шел на Цхинвал в составе батальона тактической группы 58-й армии во главе с генералом Анатолием Хрулевым. На въезде в город БТГ попало в засаду. Завязался ожесточенный ближний бой. Майор Витчин, вооружившись пулеметом убитого грузинского спецназовца, организовал круговую оборону. Когда он попытался пробиться к головному БТР, его серьезно ранило в обе ноги. Тем не менее, офицер продолжал вести бой, прикрывая длинными очередями своих бойцов и журналистов, которые пытались укрыться от огня. Один из них, спецкур комсомольской правды, был тяжело ранен. От смерти его спас Денис Витчинов. Он в последний момент срезал очередь у грузинского солдата, который уже вскинул автомат, чтобы добить лежащего на земле репортера. Майор Витчинов удостоен звания Героя России. Посмертно. Живым не сдаваться. Один из героев военной операции России в Сирии, старший лейтенант Александр Прохоренко, офицер сил специальных операций ССО. Он погиб 17 марта 2016 года при исполнении воинского долга в ходе боев за Пальмеру. Подробности его подвига мы узнаем еще не скоро. Действия ССО в Сирии составляют военную и государственную тайну. Но даже те крупицы информации, которые обнародовала Минобороны, однозначно говорят о том, что спецназовец пал геройски. Известно, что Александр Прохоренко занимал в группе ССО должность авианаводчика. В Сирии он воевал с января 2016 года, подсвечивал для российских бомбардировщиков и штурмовиков важные объекты инфраструктуры террористов. Зачастую действовать приходилось в глубоком тылу врага. В одном из таких разведвыходов его окружила крупная банда боевиков ИГ. Прохоренко прекрасно понимал, что живым не уйдет и вызвал авиацию на себя. Вместе с геройски погибшим Старлеем ударом с воздуха были уничтожены и окружившие его террористы. Александр Прохоренко удостоили звания Героя России посмертно. Сноска на ИГ запрещена в Российской Федерации по решению суда. Один в поле воин. Пять русских героев, погибших в неравном бою. Автор Андрей Куц.